Можно ли говорить, что Советский Союз как государство и марксизм как идеология являются глобалистскими проектами? Да, безусловно. То есть Советский Союз изначально своей целью ставил установление глобальной гегемонии единой идеологии в мире? Не навязывание единой идеологии, которая противна и противоестественна, а попытаюсь объяснить по-другому. В чем смысл революции? Революция — это способ, разумеется, это переход назревших количественных изменений в качественные. Это скачок всегда. Это тоже часть теории, которую я защищаю. То есть ничего не происходит просто линейно в истории. Назревшие перемены прорываются какими-то большими событиями и потрясениями. Такими потрясениями были буржуазные революции 18-19 века. Но революция — это всегда способ сократить историческую дистанцию. И тем самым, несмотря на то, что революции бывают очень редко, но бывают. Бескровными, безболезненными — это позволяет избежать большего количества жертв, чем если бы общество или человечество в целом двигалось по линейному пути развития. Например, линейный путь развития нас сегодня, так же, как в начале 20 века, может привести и, скорее всего, приведет к мировой войне. И цена, которую человечество заплатит за следующую мировую войну, она будет кратно превосходить то, что может быть потеряно в результате социалистической революции. Вот о чем говорят революционеры, когда считают, что этот путь гораздо больше общего имеет с гуманизмом и с человеколюбием, чем естественное эволюционное так называемое развитие.